Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале. В сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать палетку от Maybelline, которую, сразу скажу, я привезла из Германии. На данный момент ее еще нет в продаже в России, но кое-какой момент меня заставляет думать о том, что, возможно, все-таки она у нас появится. Это палетка, которая довольно популярна на американском YouTube, и на нее, на самом деле, были очень неоднозначные отзывы, потому что некоторые американские блогеры говорили, что она очень классная, а некоторые говорили, что она просто ужасная, то есть, знаете, вот прям разошлись на разные полюса мнения. И сегодня мы с вами будем ее вместе тестировать, ну и, в общем-то, составим свое мнение по поводу этой палетки. Здесь у нас несколько оттенков теней и также два оттенка средств для лица. Вот это румяна и вот это хайлайтер. В упаковке они выглядят просто прекрасно, мне очень нравятся, мне кажется, что цвета просто потрясающие. И сама палетка называется The City Kids. Вообще, в Америке вышла, ну так скажем, вышла целая линейка вот этих разных палеток City Kids, то есть, типа, как наборы для города, такие быстрые-быстрые наборы для макияжа. И она называется Pink Edge, то есть, ну, в принципе, понятно почему, потому что она розовая. Давайте, прежде чем приступим уже к нанесению средств, расскажу вам, почему я очень надеюсь, что она появится и у нас, потому что, когда я была в Германии, я смотрела на стенд Maybelline, и у них есть все те же самые палетки из линейки The Nudes, то есть, это четыре, которые продаются у нас. Это золотая палетка, нюдовая палетка, рок-нюдс и, господи, какая там еще, блаж-нюдс, то есть, розовая, они есть, но там нет тех, которых нет у нас. То есть, это, конечно, одно из другого не следует, но вполне возможно, что будет такой, ну, что с этой палеткой не случится такого, как, например, у нас произошло с Burgundy Bar, которую нам обещали, но так и не привезли, и что если в Германии вот это все-таки появилось, и есть те же самые, которые есть у нас, но нет других, которые есть в других странах, может быть, все-таки ее к нам привезут. Я очень сильно на это надеюсь, хотя, может быть, мы ее сейчас протестируем и поймем, что нам она не нужна. Ну, в общем, давайте пробовать. Давайте с самого начала немножко ее рассмотрим, и, как вы можете заметить, здесь есть оттенки именно теней для век, причем очень хорошо, что здесь есть вот такие светлые оттенки, здесь есть конкретно черный оттенок, лиловый, такой серебристый, какой-то серебристо-бежевый, серовато-бежевый, вот такой золотой и розовый, и два оттенка для лица. Давайте сделаем свочи вот этих оттенков, посмотрим, как они переносятся на кожу. На самом деле на пальцах они выглядят не то, чтобы прям как-то очень классно, я не понимаю, это что? Что это? А, только когда, знаете, так уже отчаянно мазануло, прям так, бам, что-то появилось на руке. Ну, в общем, в свочах это выглядит вот таким образом, что-то как-то уже так непонятненько начинается. И давайте посмотрим, как же выглядят оттенки теней. На пальцах весьма неплохо, что получится на коже. Так, ну, светлый, как правило, ой, вот этот вот розовый прям красиво так пошел. Золотистый тоже хорошо смотрится. Вот серый, ну, из-за того, что он матовый, ну, так себе как-то переносится, не знаю, может быть, на глазах будет лучше. Кстати говоря, я не использую базу под тени сегодня, потому что, ну, как я уже много раз говорила, это как бы, ну, знаете, такой небольшой чит, потому что с базой под тени, в принципе, любые тени будут выглядеть намного лучше, чем они выглядят как бы сами по себе. Поэтому, чтобы не давать теням преимущества никакого, мы не будем ее сегодня использовать. И более темные оттенки сейчас мы тоже попробуем уже на другой руке. Вот они выглядят прям классно, когда вы их наносите на пальцы. И давайте пробовать. Так, раз, два, три и четыре. Что мы здесь видим? Ну, вообще, выглядят очень даже хорошо, выглядят пигментированными. Ладно, давайте скорее приступать. И уже самое главное, самое главное, что же получится на глазах. Первым делом в качестве базы я возьму вот этот вот светлый, чтобы потом все тени у нас немножко лучше растушевывались на лице. Ну, такой он вообще, знаете, матовый, молочный, то есть его практически не видно на веках. Ну, в принципе, так и должно быть, наверное, вот с такими светлыми матовыми оттенками. Дальше для затемнения складки века я возьму вот этот цвет. Мне он, кстати, очень нравится. Мне кажется, что вообще цвет очень классный именно для этих целей. И другую кисть немножко такую поменьше. Ну, этот оттенок не очень хорошо, на самом деле, переносится. Но, в принципе, с теми целями, с которыми мы его применяли, так скажем, нам и не требуется какой-то просто мега пигментации. Хотя, конечно, если вы его используете таким более основным в макияже, тогда, наверное, это уже будет проблемой. Давайте теперь нанесем, ну, наверное, давайте вот этот вот возьмем фиолетовый, более светлый. И посмотрим такой фиолетово-розовый. Посмотрим, как он вообще будет на века переноситься. Вы знаете, он, конечно, намного менее пигментированный, чем мне казалось вот именно в упаковке. То есть, он выглядит таким прозрачно-розовым на веках. Но, в принципе, это не какая-то вот катастрофическая прям непигментированность, как была у нас, например, в палетке Vivienne Sabo, когда, вы помните, она даже вошла в ролик худшие продукты за последнее время, палетка Plume. Потому что там, ну, просто вы ничего не видите, что вы набираете, вы просто не видите ничего. Даже там прозрачного розового у вас нет, у вас вот-вот ноль просто на глазах. И еще один минус, это то, что тени осыпаются. Вот этот вот фиолетовый оттенок, он прям так явненько посыпался сразу. Ну и давайте, не знаю даже, господи, что еще нам взять отсюда? Вроде все красиво, вроде как-то, знаете, и непонятно. Давайте вот этот нанесем прям пальцем в центр века, чтобы нам посмотреть, как это пальцем наносится. Вы знаете, вот прям как-то не очень, потому что, по идее, он такой сияющий, он должен был быть ярким, металлизированным. А на деле он как будто даже делает веки немножко припыленными такими. И я рассчитывала серьезно, что это будет такой металлик, а он какой-то, ну, вы сами видите, вообще не очень. Ну и теперь давайте возьмем вот этот вот черный и немножко выделим уголок глаза, наверное, и подведем чуть-чуть ресничную линию, чтобы сделать просто глаза более интенсивными. Вы знаете, черный какой-то просто ужасный. Во-первых, он растушевывается в такой грязный какой-то оттенок, он плохо тушится со стальными цветами, и он еще к тому же сильно осыпается. И у нас получилась реально просто грязь на глазах, поэтому давайте мы возьмем вот этот темно-фиолетовый, и может быть у нас получится как-то это все подправить. Ну вот, ребят, макияж глаз у нас закончен, и сейчас мы приступим к макияжу лица. По сути, нам осталось протестировать только хайлайтер. И вот эти румяна, хайлайтер я уже немножко нанесла под брови, и это на самом деле спасло наш макияж, потому что таким образом можно, ну, подправить какие-то мелкие огрехи. По поводу теней хочу сказать, что, ну, знаете, такие они, наверное, на троечку их надо оценить, потому что какие-то из оттенков более пигментированные, какие-то менее, какие-то вообще дико просто осыпаются, какие-то нормально ложатся. И это совершенно непредсказуемо. И, конечно, обидно, что те оттенки, которые, ну, по идее, смотрятся очень красивыми, например, вот этот такой сложный, который должен быть, ну, каким-то ярким, и, в принципе, на свочах он казался ярким, в результате переносится даже пальцем на кожу век. Так, ну, так себе. Возможно, знаете, эти тени, это вот что-то вроде какого-то набора разрозненных однушек. То есть, если вы будете вот такой оттенок использовать только один, вот самостоятельно, без каких-то других цветов, с которыми он почему-то не хочет смешиваться, тогда, может быть, что-то получится нормальное. Ну, как бы вот все вместе, ну, слишком много возни, поэтому ставлю теням конкретно тройку. Ну, а теперь давайте вот эти два попробуем и узнаем все-таки, что за, так скажем, комплексная оценка будет у всей палетки. Румяна набираются очень так прям богато на кисть. И давайте перенесем на щеки. А румянчики-то у вас суховаты будут. Что-то как-то, знаете, вроде как они пигментированные, но они вообще-то очень плохо растушевываются. То есть, у меня сейчас лицо припудрено, на нем нет каких-то липких текстур, на которые можно было бы так прилипать, но они действительно прилипают. Ой, ой, ну нет, ну что-то... Ну да, как-то все пошло не так, как должно было идти. Сейчас минутку я это подправлю другими румянами, и мы с вами продолжим с хайлайтером. Ну вот, румяна немножко подправили, и теперь давайте наносить хайлайтер. Честно скажу, я не особо уже от него в восторге, потому что я вижу, что в нем очень много разрозненных блесток. Я такое не люблю, и вот он даже, знаете, какой-то, ну такой зернистый, сыпучий. Прям это видно уже на кисти. Ладно, давайте посмотрим, как будет выглядеть на скулах. Но вообще-то смотрится довольно красиво. Мне не нравятся вот эти блестки отдельные, потому что они подчеркивают текстуру кожи. Вы можете заметить, как вот прям, ну какие-то недостатки, которые есть на коже, которые вы не видите в обычной жизни. Вообще-то они у вас прям проступают из-за вот этих вот блесток, которые очень хорошо их, так знаете, облегают. Итак, ребят, вот такой макияж у нас получился в результате. Честно говоря, я не очень им довольна. Я не знаю, как вы его видите в результате на записи, как он выглядит. Потому что, опять же, это немножко разные вещи, но в зеркале вблизи я явно вижу какие-то огрехи. Там, где тени как-то странно растушеваны вот именно в такую небольшую грязь. Я помню, насколько сложно было с ними работать, чтобы все это более-менее нормально выглядело, как румяна приходилось исправлять. Ну вот хайлайтер на самом деле более-менее. Конечно, да, вот эта подчеркнутая текстура это минус, но я ожидала на самом деле худшего. Я ожидала, что там такие вот будут блестки, которые, знаете, такие отдельные, будут по всему лицу. Поэтому, что могу сказать об этой палетке? Ну, как бы, нет, наверное, все-таки не стоит ее покупать, если она у нас появится в продаже. Потому что у нас, в принципе, есть продажи The Blush Nudes, в которой очень похожие оттенки. Да, как бы там нет оттенков хайлайтера и румяна, но, в принципе, вы можете те же самые тени взять и наносить таким образом. The Blush Nudes она просто лучше по качеству, чем вот эта. Потому что здесь, ну, как-то, знаете, вот реально какие-то все разные. Прям как будто набрали просто совершенно разных, не позаботившись о том, чтобы они еще как-то между собой хорошо работали. Вот. Так что впечатления неудовлетворительные от этой палетки. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео и желаю вам, чтобы у вас впечатления от сегодняшнего дня были исключительно самыми лучшими. Чтобы вы пришли сегодня домой, или, может быть, вы уже пришли домой после работы, после учебы, после целого дня. Сели, расслабились и подумали, ах, какой же сегодня был хороший день. Вот. Надеюсь, что так у вас и будет. Спасибо вам еще раз и до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»